МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы не ставим окончательный диагноз на территории Ульяновской области. По законодательству Российской Федерации, пробы были отправлены в город Владимир, Всесоюзно-научно-исследовательский институт защиты животных. Именно за ними сегодня законодатель определил право окончательного диагноза наличия вируса как африканской чумы свиней или нет. 15 числа мы получили этот протокол заключительный о том, что данный диагноз подтвержден. В настоящий момент наложены карантинные мероприятия на очаг африканской чумы. По словам главного ветеринарного инспектора, под первую угрожаемую зону не попали населенные пункты. А это значит, не пострадают животноводческие хозяйства. И там в общем-то численности 160 голов свинопоголовья. Но проведя расследование, мы приняли решение, что будет эпизотический очаг, и данное население сегодня не попадает под изъятие свинопоголовья. Проведем дополнительное мониторинговое исследование. Нужна, конечно, широкая разъяснительная работа. Ну и в целом, я думаю, в течение месяца окончательное мероприятие по ликвидации эпизотического очага мы проведем. Заметим, что найденные трупы животных не первый случай в Ульяновской области. Минувшим летом также был введен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Кузоватовском и Барышском районах. Но ограничительные мероприятия в данных районах действуют и сегодня. Согласно указу губернатора, они будут сниматься только лишь в начале февраля. И первый вопрос совещания был посвящен исполнению данного указа. Во второй угрожаемой зоне очагов АЧС на территории Кузоватовского и Барышского районов проводилось регулирование численности кабана с целью приведения его популяции до 0,25 головы на 1000 гектара охоты угодий. Было сформировано 7 бригад охотников из состава местных охотколлективов, в которые вошло в общей численности 50 человек. Данные бригады работали у нас на территории Кузоватовского и Теренгульского районов, а также в Барышском и Николаевском районе. Участники совещания также отметили, что были немало удивлены, почему в одном месте найдено сразу 4 трупа кабанов, пораженных чумой. Как правило, их встречают единично. По этому поводу будет проведено отдельное расследование. Специалисты предполагают, что не обошлось без участия человека. После уточнения данных будет проведена дезинфекция машины, в которой проводилась перевозка опасного груза, и одежда людей, участвовавших в данной перевозке. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова